Более 1600 уроженцев Чувашии принимали участие в освобождении Ленинграда и снятии блокады. Более тысячи детей приехали в Чувашию в годы войны и нашли вторую родину и семьи. 27 января в Санкт-Петербурге будет отмечаться 70-е годовщина полного освобождения города советскими войсками. Жительница Чебоксар, рожденная в блокадном Ленинграде, Лариса Сидоренко, отправилась сегодня на родину, чтобы с друзьями, родственниками и земляками отметить эту дату. Лариса Сидоренко родилась в 43-м году. По воспоминаниям мамы, она появилась на свет маленькая, вся синяя. Сказался, дефицит продуктов. Кушать-то нечего было. Лебеда. Да то, что когда разбомбили вот эти бадаевские склады, земля с сахаром перемешалась, вот они увозили ее, брали, потом настаивали, отцеживали, пили. Вот так они питались. Главный урок, который вынесла Лариса Андреевна – надо беречь хлеб. Таким трудом он доставался в блокадном городе. До сих пор в Санкт-Петербурге бережно к нему относятся. Хлеб мама учила нас не бросать, не топтать, ничего. Я и внуков к этому приучила, что хлеб нельзя, он дается тяжелым трудом. Люди из-за 100 грамм этого хлеба умирали. Убивали даже друг трупы, чтобы добыть вот этот кусок. Ходили по квартирам, смотрели, кто умер, и забирали продукты вот эти все. Мама Ларисы Андреевны работала в госпитале. Отец военный защищал город. За всю оборону его в этот госпиталь привозили 9 раз. После войны Лариса Андреевна работала на Байконуре. По работе бывала в Чебоксарах. Здесь ей понравилось, решили осесть с семьей. Но Ленинград не забывает. Там остались сестры, друзья, знакомые. Я приезжаю, знаете, как свою тарелку. Все, это все мое родное. Я даже чувствую себя совсем по-другому там. Сейчас в Чувашии проживают 90 человек, которые участвовали в обороне Ленинграда или награждены знаком жителей блокадного Ленинграда. Самому молодому 70 лет, а самому взрослому 102 года. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...